приветствую всех 2210 сборка довольно-таки мощный новый игровой системный блок в корпусе asa iris 330 у которого два вентилятора спереди фронтовых и боковая панелька она идет с подсветкой rgb синхронизирована у нас на контроллер подсветки изначально с такими корпусами он не идет предполагается что будет все подключаться на материнскую плату но в нашем случае мы повесили контроллер потому что уплаты своего контроллера подсветки просто нету симпатичный корпус широкий большой спокойно сюда можно разбесить любое железо вообще хороший корпус штука полезная построена системник на базе процессора intel core i5 10 500 имеет частоту процессор базового 3100 мегагерц в отличие от 10 400 у которого 2.9 и в turbo boost до 4.5 гигагерц он работает 1200 сокет comet lake 6 ядер 12 потоков но если с райзенами его сравнить то это будет один в один как райзен 5 3600 ну и по цене они примерно одинаковые процессор холодный ограничен поверлимитом 65 ватт фирма intel поэтому греться они не умеют но кулер мы здесь поставили не самый простой часто ставят башенки в нашем случае мы поставили deepcool archer pro 120 миллиметров имеет медный сердечник у кулера есть 4 пиновая колодка и соответственно будет вращаться по мере нагрева процессора но при этом дуть будет на материнскую плату охлаждать будет цепь питания процессора насколько я вижу там четыре фазы питания будет охлаждать оперативку очень эффективно еще и с радиаторами память будет охлаждать у нас радиатор под которым находится ssd накопитель ну и даже доставаться будет тыльной стороне видеокарта так что такое на самом деле идеальное решение вместо башни поставить такой вот archer pro ну и 120 метров данном случае это максимальный габарит который мы можем поставить бывают 140 миллиметровые такие же кулеры здесь они уже просто не поместится материнская плата у нас mcb460a pro форм-фактор micro tx ну и 460 чипсет нам не позволяет как и 410 разгонять память все зависимости от процессора память выбирается если память если процессор у нас стоит а и 5 либо и 3 это будет частота 2666 либо ниже если седьмой либо 9 то можно работать на частоте 2933 ну не выше только за чипсет позволяет разгонять память но здесь тоже не все так печально на самом деле можно выбрать вот такую вот память с xmp профилем на 2666 мегагерц и работать на хороших таймингах память у нас гудрам изначально это память 2 133 именно поэтому она обладает хорошими 16 таймингами и уже в профиле разгона на профиле один здесь один профиль она работа на 2666 мегагерц имеет радиаторы работы чуть на повышенном напряжении эти радиаторы скорее для красоты грец все равно память не может 460 чипсет может работать с четырьмя планками в двухканале но на наш платье здесь только две планки ну и плюс имеет возможность жесткие диски объединить в рейд массив надеюсь жесткого даже нас пока и нету на платье есть из таких вот хороших плюшек это радиатор надо разъемом м.2 в него можно воткнуть на выбор либо ssd накопитель с интерфейсом nvme либо с интерфейсом sata и радиатор через терморезинку будет охлаждать наш ssd накопитель но в данном случае еще у нас и кулер охлаждает этот радиатор колодка здесь на платье 8 пиновая до питания на процессор скорее для красоты но максимум это если вдруг плохой какой-то контакт то увеличение сечения в два раза просто предотвращает любой любую подгорелость такая 65 ватт не требует 8 пинку но это уже такой как стандарт стал видеокарту но здесь geforce gtx 1660 на 6 гигабайт gddr 5 16 60 16 от супер имеет абсолютно одинаковое количество куда ядер именно та вещь которая у нас участвует в игрушках на отличие от супер только в памяти gddr 6 либо gddr 5 производитель в играх здесь сильно это не меняет у некоторых версиях супер там много отличий в первую очередь количество куда ядер он допустим 1650 1650 супер там видеокарта очень сильно отличается 2060 2060 супер данном случае только тип памяти но так как 1660 супер очень успешно трудится в майнинге на них ценники просто конские 1660 тоже подорожали вот у нас ценник здесь 29 500 за карту но это сильно сильно ниже рынка на самом деле так что на сегодня это чуть ли не самая топовая видюха в компьютерах все что выше все участвует в майнинге и ценники просто неадекватные при этом видеокарта будет тянуть абсолютно все на full hd разрешение практически все игрушки будет на максимальных настройках и графики эти и трудности возникнут только если играть на 4к 3к разрешение на full hd все прекрасно карта холодная имеет 8 пиновую колодку до питания 3 тепловые трубки здесь очень развита система охлаждения смотря на внешний вид очень эффективно охлаждает и карта бесшумная но всего лишь там 120 ватт она потребляет поэтому она и не может сильно греться блок питания здесь идет запасом ну даже скорее не запас это просто очень хороший блок питания у которого есть сертификат 80 плюс соответственно в нагреве здесь уходить практически ничего не будет блок питания будет всегда холодный и соответственно будет вращать вентилятор крайне медленно трехлетнюю гарантию имеет серия tr2s от термилтейка на 600 ватт и на этот блок можно вешать принципе любую видюху вплоть до 3070 без каких-либо проблем сертификат здесь решает ssd накопитель у нас в разъем м2 у нас на 240 гигабайт vd green обычный стандартный ну и предполагается что здесь еще будет какой-то жесткий диск его можно либо у нас докупить от 3000 терабайт ники либо принести свой сейчас крышку наденем и продолжим по корпусу стекло здесь мы повесили стекло закаленное очень толстая на их корпус там широкий рассчитан под установку 140 либо 120 метров есть отступ и можно сюда теоретически водянку поставить водянка может либо быть толстая и надо уступ вверх либо можно отступить вправо и тоже и установить чтобы она не мешала нам не память не самое главное вот разъем на процессор симпатично смотрится подсветку переднюю можно отключить сейчас она у нас управляется с помощью кнопки reset есть куча режимов работы здесь используется контроллер от корпусов формулы здесь порядка на 50 режимов выбрать цвет можно и так далее ну и все синхронизировано у избежки два вентилятора и вот это вот нижняя полоска вообще классно здесь коробки машинки получается симпатичные ну и главное что спереди здесь у нас сетка соответственно с продувом здесь будет все хорошо потому что стекло здесь наглухо закрывает весь доступ к воздуху и остается удовольствием столько передней вот этой панели хотя сверху полностью он открыт и по деньгам по деньгам машинка вышла 70000 добавьте сюда жесткий получится 73 но с другой стороны все будет хорошо будет затянуть без каких-либо проблем